Двухдневный пикник десятки русских и зарубежных фильмов, концерт Найка Борзова. Юбилейный кинофестиваль «Войсис» завершился в Вологде. По традиции на церемонии закрытия назвали имена лучших режиссеров. Самые яркие моменты «Войсис-2014» в материале Марии Поздеевой. И вновь в Вологде раскинулась красная ковровая дорожка, которая на этот раз ведет к финальной церемонии. Позади пять дней настоящего кинопраздника, встречи с актерами и режиссерами, а главное более 80 кинокартин, среди которых особое место отведено британскому кино. Именно ему посвящен юбилейный пятый фестиваль. Потому и в жюри специальный гость, представитель Британии, актриса Джастин Уоделл, фестивалем была поражена. Ну, у вас отличный фестиваль, и для всех от нас за границей спасибо вам огромное, что вы нас пригласили. Это был для нас большой опыт, у вас красивый город, и важный фестиваль для молодых режиссеров, и спасибо. Но главная интрига – это, конечно, конкурсная программа. Всего за главный приз «Войсис» в этом году боролись 10 дебютных и вторых полнометражных фильмов со всей Европы. По мнению зрителей, лучшей картиной стало «Желание жить» Мация Папшицы. Специальный приз в номинации «Лучший семейный фильм» получил автор дебютного кино «Поездка к морю» Ирж Мадзу. Особо был отмечен еще один дебютный фильм «Без кожи» студента ВГИКа Владимира Бека. В этом году на фильме «Войсис» билеты были распроданы задолго до начала фестиваля. Всего кинозалы Вологды посетили несколько тысяч зрителей. Но главное, по словам именитых гостей, то, как эмоционально вологжане воспринимают новое кино. «Я чувствовал в зале, что люди и публика из Вологды любят кино. Они каждый день с нами смотрели фильмы и так далее. И это очень важно для фестиваля. Значит, что не только это профессиональная такая красная дорожка и так далее, профессионали, которые из Парижа, как я. Это нормально, это надо, это обязательно. Но надо тоже публике». Именно публика и помогла профессиональному жюри определить обладателя главного приза «Войсис». Эмоции зрителей – главная оценка любой киноработы. Потому и фильм «Победитель» выбран единодушно. «Очень серьезная, глубокая стилевая культура. Он имеет достоинство кадра. Это очень трудная позиция, когда ты себе делаешь очень маленькие возможности и очень мало чем апеллируешь, а при этом получается мощная работа. Это картина «Стиллайф», «Натюрморт» режиссера Уберта Пазолини. «Натюрморт» – совместная картина Великобритании и Италии. Для режиссера Уберта Пазолини это второй фильм. Рассказ о жизни Джона Мэя, маленького человека, который 20 лет служил в похоронном агентстве, а на грани сокращения попал в авантюру. Фильм, в котором тонко ограничат два жанра – комедия и драма, заставил зрителей плакать. Я была на просмотре этого фильма, потому что я переводила потом его вопросы публике. И я видела сама, как в зале люди, женщины и мужчины плакали после окончания этого фильма. И мне кажется, для режиссера вот это может быть лучшей наградой вообще. Вот такая реакция, признание публики. Особенным в юбилейный для фестиваля год стал и конкурс короткометражек. На этот раз он был посвящен дню рождения проекта и назывался «Коротко Авосис». Лучшей была признана работой волокжанки Татьяны Рыжковой. Минифильм о том, как девушка мечтает попасть на фестиваль «Войсис», но ей мешают обстоятельства. Сначала она наблюдает за событиями из окна своей квартиры напротив линкома. Но затем все меняется, и мечты сбываются. Наградой за эту работу для режиссера стала путевка в Лондон. В целом юбилейный фестиваль для многих зрителей стал вечным праздником. И, как считают организаторы, во многом он состоялся именно благодаря такой публике. Я хочу вам пообещать, что у вас будет каждый год новый повод приехать. Мы будем все время делать что-то лучше и лучше. А в Волокжане им не нужно ничего делать, на самом деле. У них город такой потрясающий, и он в нем столько талантов и столько красоты, что осталось только ждать следующего фестиваля. Ждать новых фильмов, режиссеров, актеров и, конечно же, очередного фестиваля «Войсис». Организаторы международного проекта обещают в следующем году подарить зрителям еще больше эмоций и, конечно, показать хорошее современное кино. Кстати, перекрестной страной для фестиваля в будущем году станет Польша. Мария Поздива, Михаил Прищев, Антон Лукьянов, Максим Тышковец. Вологда.Портал.